Коллеги, еще раз здравствуйте. Вот, собственно, как сегодня все уже говорили, как многие, вернее, говорили докладчики, организаторы поставили вот такую тему доклада. На самом деле, очень много профессора Кашида прекрасную лекцию прочитал, очень много сказал о том, почему ЕСД лучше, чем ЕМР, хотя он сам раньше занимался именно удалением петлёй, и долгое время после этого он пришел к ЕСД уже в достаточно почтенном возрасте, за что ему честь и хвала. Вот, ну и я буквально вот два слова о том, что, в принципе, такое ЕСД и ЕСД в кишке. В частности, да, это японский гайдлайн по лечению рака обыдочной прямой кишки. Значит, есть несколько составляющих. Это локальная инъекция жидкости, это циркулярный разрез слизистой оболочки, это подслизистые исчечения, и это удаление препарата единым блоком. Собственно, всё это даёт нам право назвать операцию с полноценной эндоскопической диссекцией, не каким-то там суррогатным или гибридным вариантом, которые тоже встречаются. Они, может быть, и не хуже, но мы в этом сейчас поговорим. Достаточно много вопросов. Это очень сложная тема, даже, может быть, не для обсуждения сложная, а сложная для удаления, для выполнения этих манипуляций, потому что кишка, орган мобильный, и, кажется, вроде много лет оперируешь, занимаешься, и вообще вопрос не возникает. А через какое-то время встречаешь какую-то опухоль, которая заставляет тебя 3-4, иногда 5 часов работать, и понимаешь, что далеко не всё в этой жизни ты понял, и есть ещё много чего надо узнать. И вот, собственно, основные вопросы, которые следует, наверное, обсудить, что мешает нам легко, вот так как сейчас профессор Ахатов, прямой кишки удалить опухоль, вот таким вот образом быстро, почти бескровно, да, красиво, одним ножом, без щипцов. Ну вот, но это, в принципе, его техника. Это форма опухоли. Об этом сейчас тоже поговорим. Подслизистый фиброз, который зачастую коррелирует с типом образования. Это так называемый опасный или тупой угол атаки, близкий перпендикуляру по отношению к плоскости образования. Это трудные места для диссекции, и достаточно много в кишке, наверное, нетрудных мест меньше, чем трудных. Интерооперационные осложнения, с которыми нужно уметь бороться, да, и бороться там не когда-то, завтра, потом, а сейчас, когда они случились, тяжелые кровотечения, и перфорации, не теряясь голову, ну вот об этом тоже будет кое-что. Послеоперационные осложнения, которые также встречаются, мы, к сожалению, на них повлиять в основном не можем, да, то есть, если они встречаются, надо, то есть, скажем так, наша задача, наверное, в большей степени превентировать эти осложнения, чем бороться с ними. Вот. Ну и такое последнее очень необычное показание – это отсутствие времени на выполнение полноценной диссекции. К сожалению, вот, если говорить о тех центрах, которые занимаются на высоком потоке операциями, иногда вот бывают ситуации, когда в день 5 диссекций, или 4, там, еще какие-то операции. И тогда, к сожалению, ты сталкиваешься с тем, что если ты начинаешь делать полноценную красивую диссекцию, заходить в сложный последствий слой, то ты не успевернешь делать что-то другое. В этой ситуации есть альтернативные предложения, о них мы тоже поговорим. Ну и рецидивы – это одна из самых сложных тем, да. Вся там масса пациентов, которые были оперированы петлей, как профессор Кашидо показал, прошло там сколько? 16 лет, и выросла большая опухоль рецидивная. Вот. Таких пациентов много, некоторых пациентов систематически оперируют петлей раз или два в год на всякий случай, чтобы опухоль такая тренированная была. И поэтому когда потом на 18-й подход приходишь, там один сплошный рубец удалить – это очень сложно. Поэтому, наверное, это вот одна из таких категорий высокой сложности. Самый, я почему профессор Кашидо спросил, кто его сложное образование, который он считает в кишке, потому что, наверное, самое сложное, оно формируется из нескольких. И, допустим, это… Ну давайте мы в конце лекции определим, какое образование самое сложное. Вот. Ну, это не очень новый слайд, на самом деле. Вот я периодически пересматриваю его и понимаю, что реально человеком опытным в диссекции в кишке иногда бывает назвать сложно. Даже очень опытного эксперта, потому что опухоли очень разные. Да, стенка очень тонкая, удалять сложно. Обратите внимание, вот между опытным и неопытным носкопистом разница, ну, так кажется, всего лишь в два раза. На самом деле вот здесь в три раза. Да, ну и здесь практически тоже. Вот. Это все жизни пациентов, это перфорация. И интероперационные отсрочные. То есть это серьезные проблемы, с которыми надо уметь бороться, а молодые эндоскописты малоопытные, часто не умеют этого делать. Вот. Ну, в общем, мало кто может называться опытным эндоскопистом, который может делать диссекции в толстой кишке. Это мое личное мнение. Значит, что касается формообразования, вот сегодня уже показывали примеры, да, это негранулярный тип. Он ассоциирован в основном с выраженным фиброзом, особенно вот этот псевдодепрессивный тип, да, когда у нас есть такие вот некрасивые отроги, есть какой-то участок депрессии в центре. Это совершенно не говорит о том, что это рак или инвазия там глубокая, это говорит о том, что есть выраженный фиброз, да. И вот этот пациент, вчера мы профессора Ахата попросили в нашей клинике его прооперировать. Вот выявили сроку строчку. Она период от операции заняла 3 часа. 3 часа диссекции в нисходящей кишке, в общем-то, на достаточно удобном при работе гастроскопом, не полуноскопом. Это очень большая разница. Эта операция заняла 3 часа, были микроперфорации, то есть было непросто все очень. Но тем не менее, к его чести он справился, все сделал вот такой слой, обратите внимание. Это мы сегодня смонтировал я видео, которое он вчера выполнил операцию. Все закончилось в итоге хорошо. Вот такой вот дефект, слизистые оболочки, образование 4 на 5, это может быть даже 3 на 5, то есть не такой уж и большой, но 3 часа работы очень опытного человека, это говорит о чем-то. Значит, собственно говоря, на что мы ориентируемся? Профессор Кашиды сегодня показывал уже, на самом деле многие слайды перекликаются. Выполняем лифтинг, образование не поднимается, так называемый нон-лифтинг-синтон. И это не всегда значит, что это, но это о многом говорит. Это может нам говорить о том, что нам будет трудно или невозможно выполнить диссерцию. Это очень зависит от вашего опыта. Это одно из первых упоминаний. Вот он хороший лифтинг, вот он лифтинг не очень хороший, на самом деле. Но это не значит, что здесь раком происходит. Совершенно нет. Особенно, если мы говорим о типах опухоли, которые изначально социированы с дорожным фиброзом. Но и вот такая расширенная классификация лифтинга, это полный мягкий, это полный жесткий лифтинг, когда образование приподнимается хорошо, но оно не принимает форму шара. Значит, образование ему плотное само по себе. Это частичный лифтинг, и это нон-лифтинг симптом. На самом деле, все эти виды, они могут быть, в структуида образования может не быть рака. То есть, здесь, ну, как правило, 4-й, все-таки тип он ассоциирован чаще с инвазивным раком, но на самом деле не всегда так. Нужно всегда смотреть на корреляцию того, что вы видите эндоскопические глазами и то, что происходит при подтолке. И еще анамнезов пациента. Если там, допустим, было какое-то удаление, то, скорее всего, это просто рубцы. Совершенно не обязательно, что это... Ну, вот, один из таких пациентов, это наше творчество уже достаточно давнее. Вот, такой пациент приехал из региона, и вроде бы это была в Россине, особенно в прямой проекции, не было там ничего плохого, но когда мы развернулись на инверсию, мы обнаружили вот такой вот участок в кишке. Этот участок явно не похож на доброкачественный, но так как пациент был под наркозом, мы решили попробовать диагностически начать эту операцию. В такой ситуации всегда начинаем операцию именно с этого места, если нам что-то непонятное, мы до операции не успели разобраться. Вот. То есть прямо вот вместе вот это вот, скажем так, подозрительно, на инвазивном участке начинается диссекция. Это положение инверсии в кишке. Сейчас посмотрим, мы зайдем чуть поглубже в подобразование. Не так просто бывает это сделать, вот это сейчас для того, чтобы упростить ситуацию, обычные ниткохирургические эклипции привязываются вот так вот. Сразу же все становится значительно проще. Вообще, далеко не все в кишке используют такие дополнительные девайсы, но могу сказать, что по нашему личному опыту, что, конечно, не является доказательством очень серьезного уровня, это помогает. Это ускоряет операции, улучшает экспозицию. Да, в данной ситуации мы вот видим вот это место, которое не очень-то хорошо дифференцируется здесь по слизистой слой, в общем-то, его тут и нету. Такой ситуации для того, чтобы нам полноценно забрать для гистологии, то есть мы уже, наверное, понимаем подспудно, что это операция не будет радикальнее, что здесь есть, скорее всего, инвазивный мышцу рак, мы удаляем это опухоль с куском с фрагмента последствия слоя и мышечного слоя. То есть вот этот фрагмент будет содержать не только слизистую оболочку и последствий слоя, но еще и часть мышечного слоя, вот он, собственно, так удаляется, формируется дефект вот такой вот в стенке прямой кишки. Понятно, что это ни в коем случае пациента от дальнейшей хирургической операции по мезодерактоноктомии не спасает, но мы выполняем наиболее точное стадирование из того, что мы сейчас можем сделать. То есть мы не кускуем рак, мы не остановились. Можно было остановиться, тоже хороший вариант, может быть, даже лучше. Но учитывая, что это низко, мы здесь не рискуем, здесь не свободная брюшная полость. Вот так вот, немножечко отойдя от опухоли, мы закрываем этот дефект пока что одной клипсой. Продолжаем дефекцию. Вот из сложности дефекции очень многим, особенно тем, кто не так много выполняет этих операций, после получения перфорации сразу хочется ее закрыть. Этого не надо делать ни в коем случае. И иногда случается ситуация, когда вот такое закрытие, потом требует снятие клипсы обратно. То есть дефект может увеличиться в размерах. Поэтому сначала надо максимально отойти, вот, ну и после этого, соответственно, закрыть дефект. Ну вот, у нас две клипсы уже дефект сводили, да, дальше можно положить еще одну. Таким образом его и закрыть. Вот. Пойдемте дальше. Значит, вот дополнительная акция, собственно говоря, это опыт наших японских коллег. Видите, они статистически доказали, что скорость операции увеличивается при использовании чего-то, что помогает нам контратракцию от ножа произвести. То есть экспозицию нашего слоя улучшить. Вот. Ну вот такая интересная история, да, это опухоль властинчатой слепой кишки. На мой взгляд, это одни из самых сложных опухолей. Может быть, еще более сложный, только это не гранулярный тип, да, когда там еще и фиброз выложенный. Вот. Ну, в данной ситуации самое интересное, наверное, будут сосуды. Мы сразу же берем дополнительный девайс, которым тянем эту опухоль. Обратите внимание, вот так вот этот слой растягивается. Выполняется разрез. В этой ситуации очень опасно сильно подкалываться, вот это о чем сегодня Олег Бэйш уже говорил, мы с ним туда обсуждали это, потому что очень быстро слепая кишка закрывается. Она превращается в подобие такой вот, не знаю там даже чего, похоже очень на устье аппендиксы, из которого торчит наши волосы. Манипулирует очень сложно, поэтому в данной ситуации единственный секрет это много не подкалываться. Вот. Ну и вот, если есть девайс, можно вытягивать этим девайсом образование слепой кишки, что мы сейчас, собственно говоря, делаем. Не всегда удобно манипулировать, в отличие от того, что показал профессор Кашида. Ну вот, извините, это вот то, что может случиться. Вструйное ратериальное колючание, достаточно сильный сосуд. С этим надо уметь бороться не только эффективно, но еще и быстро, потому что, если это, допустим, находится в дне гравитации, сосуд, очень быстро зальет вам слепую кишку, и вы ничего не сможете сделать. Вам придется остановиться, отмываться и так далее. Это очень сложно все. Поэтому, чем быстрее вы реагируете на колючение, тем лучше. Ну и, собственно, чем больше мы сейчас отрезаем, тем выше образование поднимается, тем больше мы его вытягиваем из слепой кишки, и тем проще нам становится. Единственная опасность, что вместе с последистым слоем вытягивается и мышечный слой. Здесь очень важно его не рассечь. Ну и, собственно говоря, когда вы отрезаете на такой тракции, вы всегда получаете большое удовлетворение, потому что у вас после каждого разреза образование оттягивается дальше. Оно не просто лежит на вашем плоте, оно имеет какой-то тракционный эффект за счет этого подтягивания. Ну и вот, собственно, мы так и работаем. Да, и в отличие от девайсов, которые крепятся к стенке кишки, девайс, который вот так протягивается параллельно эндоскопу, он всегда немножко мешает, потому что он работает параллельно эндоскопу. То есть щелчки, вот такие вот движения между девайсом и эндоскопом, они происходят, но это не страшно, к этому привыкаешь. Ну вот так вот заканчивается эта операция. Видите, сложная форма, в чаши прям лежит между двумя тениями. Ну и в такой ситуации, когда мы в чем-то немножко не уверены, есть сомнения, мы закрываем дефект вот так. Это недорого, это достаточно быстро. Собственно, этого пациента, за него можно быть спокойным. Еще один интересный момент, значит, опять образование практически та же самая форма, другая хитрость, немного подкалываемся. Обратите внимание, то есть инъекция идет очень экономная. Чуть-чуть подкололись, сразу делается разрез. Опять, чуть подкололись, сразу делается разрез. Задача такая, чтобы до окончания как минимум циркулярного разреза наш купол не отек, чтобы мы все время видели форму нашего образования. Собственно, здесь это и происходит. Смотрите, то есть практически нет у нас инъекций в последствий слоя, но очень маленькая. Работа ножом ведется на весу, это достаточно так технически сложно, особенно учитывая, что мы работаем колонно-скопом или гастроскопом, а капрелл до сюда не дотягивается. Минимальная инъекция и разрез. То есть мы практически не вызвав никакого отека, на минимальной инъекции смогли сделать разрез на 3 четверти. Следующая задача сформировать вход в последствий слоя, что, собственно, у нас успешно получилось. Одна из особенностей слепой кишки, что здесь очень крупные сосуды бывают. Кажется, вроде бы кишка, вот Кен говорит, что Ахата, что любое колючение в кишке можно остановить ножом, это не так. На самом деле, слепой кишке бывают очень мощные сосуды, колючение, из которых остановить просто так не удается. Поэтому лучше превентивно работать все равно с щипцами. Мое личное мнение такое. Опять мы тянем дополнительным инструментом. И вот таким вот образом образование у нас все вытягивается из слепой кишки. С каждым разрезом все дальше и дальше. И вот теперь мы заканчиваем циркулярный разрез за образованием с другой стороны. Ну и, собственно, дальше дело техники, когда у вас есть последствий слой, когда у вас есть реинъекция, есть экспозиция, вы видите, куда тянуть. Собственно, это все очень быстро заканчивается. Вот так вот, видите, можно манипулировать образованием, тянуть его вперед-назад. Ну, вот, по нашему личному мнению, это как минимум раза в два ускоряет процесс выполнения операции. Вот так вот закончена операция. Да, ну, я надо позволить себе вот это видео пропустить. Это все интересно очень. Значит, гибридная диссекция. То, о чем я говорил вначале, это операция сильнее экономит время, это циркулярное разрез вокруг образования, плюс наложение петли и удаление, условно говоря, того, что вошло в изначальный разрез. То есть, это ускоряет фазу именно последистой диссекции под образованием, что может быть очень выгодно вот именно по времени. Вот. Это корейские данные. Собственно, корейцы одни из тех людей, которые активно применяют гибридную диссекцию. Данные хорошие, но при увеличении скорости операции количество осложнений не меняется. Какое было, такое остается. Ну, и вот, достаточно интересное видео, обратите внимание. Это гибридная диссекция в правых отделах толстой кишки. Сейчас выполняется АЗС вокруг образования. В этом видео есть определенные ошибки. А, собственно, они явились причинами осложнений. Если интересно, там останется у нас время, потом можем это обсудить. Вот такое вот образование. Да, сейчас накладывается петля. Сейчас еще подколка дополнительная. Это тоже, в общем-то, стандартно для такой манипуляции. Значит, теперь накладывается петля. Максимальная, насколько возможно, попытаться выпустить мышцу, потрясти. Да, неоднократно. Ну и после этого делается разрез. Самое интересное, теперь внизу. Если нет выраженного получения, мы сразу смотрим на мышцу. Отрезаем. Смотрим на мышцу. И что мы там видим? Мы там видим двойную контуру. Да, вот видим вот это вот. Видите? Вот это вот края мышцы, а вот посередине это разрез. Мало того, мы еще и образование целиком убрали. Смотрите, как интересно. Вот. Но это фрагментарная гибридная диссекция. Новая методика. Ну, свои ошибки всегда сбивать интересно. Значит, вот теперь мы все удалили, у нас чистые края, и теперь нужно, только теперь нужно положить клипсы. Да, несмотря на то, что у нас достаточно большая дыра, еще на фоне инцидекции, видите, она расползлась. У нас появилось там забрешенное пространство, что-то появилось. Вот сейчас мы кладем клипсы, да? Торопиться тоже не надо, нужно правильно хорошо свести края. Ну, вот таким вот образом, допустим, да? То есть мышца к мышце или слизистой к слизистой. То есть, на самом деле, даже если выходит некрасиво, слизистая к мышце все равно, как правило, все хорошо заживает. Вот. Но когда пациента отпускают, это пациент амбулаторный. Хочется, чтобы все было красиво, да? Чтобы отпускать его спокойно. Вот. Ну, и вот в такой ситуации, да, еще хочется вот сюда положить одну клипсу потом, что, собственно, и делается, да? Вот. В принципе, вот эти пациенты, это не статистика, но это наши какие-то лишние многолетные ощущения, что еще такое вдруг случается, не дай бог, но с этим пациентом он никак не отличается от обычной резекции. Никаких там невоспалительных явлений, ничего у него нет. То есть, правильно все сделано и правильно закрыто. Здесь, собственно, подождите, 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 подождите. Идет. Но не идет. А можно, подождите, запустить видео там, таком, питается. Поэтому сразу одновременно можно два. Второе тоже запустить. Ага. Вот. Ну, тут это старое видео достаточно. Вот. Много и методики уже изменилось. Но, тем не менее, вот тут два образования. Справа будет небольшой дефект слизистой оболочки. Да. Оба вследствие отсутствия нормальной экспозиции подслизистого слоя. Вот здесь очень большой дефект. Обратите внимание, там вот запрешенная клетчатка. Здесь вроде бы дефекта особо пока нет. Да. Что нужно сделать в такой ситуации? Нужно правильно убрать образование, которое у нас прилежит к этой билке. Да. То есть, полностью его удалите. Только после этого мы клепируем. Да. А вот билочка здесь небольшая у нас. Обратите внимание. Тоже после этого отодвигаем образование в максимальном направлении. Только потом клепируем дефект. То есть, торопиться не надо. Через такую дыру, особенно учитывая, что она несквозная, большое количество газа в брюшную полосу или за брюшную клетчатку не попадет. Вот клипируем одной клипс, и этого, в принципе, достаточно. Здесь клипируются нескими клипсами. Да. Здесь надо закрыть более надежно. Основной признак того, чтобы закрыли перфорацию хорошо, крупную, то, что у вас кишка перестает полоскать. Она у вас начинает хорошо раздуматься. Это значит, что вы все сделали правильно. Риск перфорации, в принципе, предсказать или вообще осложнение предсказать можно. Да. Есть много факторов, предрасполагающих этой сложности операции и опыт пациента, опыт врача, который делает операцию, опыт ассистента, попытки предыдущего удаления и так далее. Много, на самом деле, всего есть, что может нам позволить разграничить. Отдельная тема – это структуры после выполнения десерции. Я сидящий хотел задать вопрос, почему коллеги из Института Петрова этих пациентов вы не внесли тоже в группу структуры. Тоже интересная очень группа, на самом деле. То есть, есть структуры хирургами сделаны, а есть наши. Они как-то к нам ближе. Вот. И у нас этих пациентов достаточно много. Это происходит обычно после удаления более чем 90% окружности. То есть, вот такие вот образования. Это защищенные на две части циркулярные опухоли, ворсинчатые, с тюрьмойного изгиба. И они требуют, конечно, повторных частых дилетаций, но рано или поздно все заканчивается хорошо у 100%. У нас, по крайней мере, все пациенты, кого мы дилетировали, кого мы сами сделали структуры, у всех все закончилось удачно. Местный глюк-протикоид мы не применяем. Применяем токсистемную стероидную терапию. По нашему мнению, она эффективна. Все остальное вызывает какие-то сомнения определенные. Вот. Что касается отдельно по поводу сложных диссекций, очень много ходит разговоров о зубчатых аденомах, вот этих вот. Вот. Там прям суперобразование. На самом деле, никакой сложности в обудалении особых каких-то вещей не нужно. Если это можно удалить петлю, удаляем петлю, то есть, если нет, удаляем диссекции, никакой разницы. В отличие от других образований, нет. Вот. Ну и вот эта вот картинка кишки, это у нас прямая кишка, это слепая. Вот. Собственно, сложные участки для диссекции. И я так, как в телеграфном стиле все включаю. Вот. Хочу отделить на слепой кишке. Я специально большую ее сделал. Знаете, как психиатрический пациент, они обычно по-своему большие уши, там, да. А вот у эндоскопического хирурга слепая кишка большая, потому что сложная диссекция в слепой кишке. Вот. Если возвращаться к вопросу, которые я вначале задавал, какая диссекция самая сложная, то на может быть это самая сложная диссекция, это негранулярного типа воросинов в слепой кишке на полуокружности с переходом на вагогеневую заслонку с предыдущими попытками удалить. Ну, это... Ну, инвазия, это уже серьезно. Вот. То есть, вот это будет, наверное, проверка на прочность любого самого опытного эндоскописта, какие бы он за плечами количество диссекций не имел. Вот. Да. Ну и напоследок два слова о хорошем. Да. Есть маленькие, малозаметные ворсинки, да, которые, чтобы найти, необходимо использовать правильную, хорошую подготовку. Мы понимаем, что далеко не все подготовки у нас правильные, да, и, к сожалению, вот наш личный опыт показывает, что, допустим, хирургические пациенты, которые готовят хирурги на наши операции, они готовы хуже всего. Ну, вот здесь хотелось бы сказать одно слово проезиклинта, препарат, который малообъемный, я сам его пробыл, неприятный на вкус, но объем небольшой, поэтому пациенты, в принципе, с удовольствием готовятся, и подготовка очень качественная. Спасибо за внимание. На этом все. Если есть вопросы, я готов ответить. Я могу помодерировать, ответить. Нет вопросов? Конечно. Без вопросов неприлично. У меня такой вопрос. Вы говорили, что есть лучше, чем эмо. Но я бы добавил, что это зависит, потому что эмоэкозектома, она очень быстрая процедура, и экономит очень много времени. Как показал доктор Кашидо, там рецидив 0,7%. Конечно, у них там хорошие. Но я тоже по личному опыту говорю, что в большинство случаев можно убрать лежин в кишечнике с помощью мемерала, конечно. Но есть места, есть тоже такие лежин, где там обязательно нужно нести делать. Если я могу отвечать, да, уже? На самом деле, я не стал показывать слайды о процентах рецидивов. На самом деле, процент рецидивов доходит до 25. То есть, когда каждого конкретного врача слушаешь, у него нет рецидивов практически вообще. Но когда собираешь их все вместе и делишь на количество центров, получается 20 минут. Ну, мы, допустим, это делаем, и мы делаем фороу, исследуем, делаем эндоскопии каждый год, каждые два, каждые три года. И хочу сказать, что это очень редко. Ну, вот, понимаете, мы просто занимаемся, допустим, тем вот рецидивов по Иисусе Петрову тем же занимаются, что мы часто очень переоперируем больных, которые уже были оперированы. И этих пациентов реально много. Понимаете, когда мы говорим об удобной вращении в среднеобулярном отделе, там, 2-3 сантиметра, наверное, рецидива не будет. Но если мы говорим о сегмоидном изгибе, о слепой кишке, о сегмовидной кишке, остановить неудобных изгибов и так далее, то здесь процент рецидивов резко растет. За счет этого возрастает. Понятно, что удобно и воросины, они удаляются чем угодно. Но еще хотел бы сказать другое, что эндоскопическая диссекция очень сложная методика, профессор Акаши да, правильно сказал. Научиться ей можно только в одном случае с нее делать. Чтобы ее делать, надо не то, что расширять показания, но немножечко сбегать вот этот баланс между диссекциями, бедливыми и диссекциями в сторону работы ножом. Только тогда можно научиться это делать так, чтобы для вас не вызывало никакого страха взять нож и убрать любую опухоль. То есть, если только у вас возникает такая мысль, что я ножом не смогу, на петлю возьму, все, то есть вы уже эту битву проиграли. Поэтому вот надо учиться делать так, чтобы вам было это не страшно, чтобы ножом было проще делать, чем петлю. Потому что петля неконтролируема зачастую. Мы не знаем, что мы режем внизу, особенно если есть фиброз или инвазия какая-то минимальная. Ножом мы всегда это видим практически. Спасибо. Спасибо.